Библейский портал экзегет.ру представляет Библейский портал экземпляр. И сказал Иосиф братьям своим, подойдите ко мне. Они подошли. Он сказал, я, Иосиф, брат ваш, которого вы продали в Египет. Вот настало это событие, когда Иосиф наконец открывается своим братьям. Какая-то трогательная встреча. Они его не узнают. Они думают, что это египтянин. Они, как сказано, оробели, оторопели. Вот что по этому поводу пишет свидетель Анзлатоуст. Когда Иосиф говорит, открывается братьям и говорит, подойдите ко мне. Дело премудрости. Цитата. Желая их ободрить, он говорит, подойдите ко мне. Не отдаляйтесь. Говорит, не думайте, что вы сами по себе так поступили со мной. Это было делом не столько вашей злобы, сколько Божьей премудрости и неизреченного человеколюбия. Именно для того, чтобы, прибыв сюда, теперь, вовремя я мог и вам, и всей стране достать все нужное для пропитания. Конец цитаты. Действительно. Видим, что Иосиф во всех событиях своей жизни везде видит промысел Божий. Есть удивительное художественное произведение, Гюго, отверженное, если кто-то его читал. В этом произведении, хотя наполнено, может быть, некоторые так строгие критики говорят, слишком романтизмом, но тем не менее, несмотря на то, что можно там увидеть такого романтического, это произведение рассказывает о том, как над этим, помните, там персонаж Жан Вальжан, то есть бывший каторжник, действует промысел Божий. Помним. Я просто чуть-чуть напомню, что там было. Когда один каторжник, как начинается эта история, что там в городе жил епископ, и вот этот каторжник Жан Вальжан возвращается, а попал он в тюрьму, из-за того, что хотел сначала накормить свою голодную сестру, украл хлеб, его посадили там на полтора года, потом он хотел убежать, ему еще добавили три, еще раз убежать, еще добавили пять, еще раз убежать, еще добавили, такого 18 лет. И вот он идет с этой каторги, никто ему нигде не хочет дать приют, негде приночевать, а в горах холодно ночью. И ему вдруг говорят, потому что у него этот желтый билет, что он бывший каторжник, хоть он и деньги дает, а необходим документы, чтобы заселиться в гостиницу, никто его не хочет принять. И говорят, ну иди там, вон епископ живет, который действительно славился своей добротой и жизнью, свой дом там, которому ему принадлежал, он отдал под больницу, да, сам жил в небольшом, там, небольшой совершенно домике со своей сестрой, которая родной, которая помогала ему. И вот он заходит в этот дом, пинком открывает дверь, уже разочарованный, потому что он там и в конуру собачью залез, и собака его оттуда выгнала. Такой прообраз, что и птицы имеют норы. Птицы имеют гнезда и звери имеют норы, а сына человеческому негде. Главы преклонить. И вот он, когда заходит, то это действительно священник дает ему приют, он убирает алюминиевую посуду, стелет белую скатерть, он говорит, вы не поняли, я каторжник. Ну и что? Ты же человек Божий, ты же образ Божий. Ну и что? И он его угощает, серебряная посуда, и вот ложатся спать, ночь, каторжник. Он привык в этой среде, что все везде ворует. Он встает ночью, собирает всю эту серебряную посуду, огромные приборы, тарелки, все это в узел, и хочет убить этого священника, но что-то ему мешает. Он выпрыгивает в окно и убегает. Утром они просыпаются, сестра говорит, ну вот, зачем мы приняли этого бродягу, он тут и клумбу мою потоптал, да еще и серебро все утащил. А этот священник говорит, Бог дал, Бог взял. Все, что с нами не происходит, так или иначе происходит по воле Божьей. Ничего, значит, поедим из деревянных, говорит. Ничего страшного, из деревянной посуды. Вдруг он видит издалека, ведут этого. Жан Вальжана, два жандарма, с улыбкой подходит и надеется от священника получить что-то от этого епископа. И говорят, вот мы его привели, вот и с ним этот мешок с серебром. Вот он, что делает священник? Он говорит, одну секунду, это епископ из этого произведения, Гюго отверженный. Он прибегает в свою комнату, берет с рояля два подсвечника серебряных, подходит к этому Жан Вальжану и на ухо ему говорит, я покупаю твою душу за это серебро. Теперь ты служишь Богу, а не дьяволу. И вдруг, потом отходя от его уха, отпрянув от его уха, дает Жан Вальжану в руки при жандармах два подсвечника, говорит, вот ты забыл. Ты серебро взял, которое я тебе отдал, а эти подсвечники забыл. Жандарм в недоумении, вы ему отдали? Да. И потом, я вот советую вам почитать, потом вся жизнь этого человека, этого каторжника бывшего, он возведен на высоту, он становится там градоначальником, потом и напастье из-за того, что он помогает людям, по-человечески относится и к рабочим, и к служащим, вовремя ему выдает зарплату, вся жизнь меняется его, он терпит скорби, его опять отправляют на каторгу, но Бог с промством своим везде его спасает. Вот нечто подобное событие, которое мы видим здесь, в этой истории, которую мы с вами рассматриваем о Иосифе Прекрасном. Он так и говорит братьям своим, подойдите ко мне. Святитель Иоанн Златоуст так и пишет. Желая их ободрить, то он говорит, подойдите ко мне, не отдаляйтесь, не думайте, что вы сами по себе так поступили со мной. Это было делом не столько вашей злобы, сколько Божьей премудрости. Какие важные слова святителя Иоанн Златоуста. Ведь во всех каких-то несчастьях, которые мы считаем несчастьями, промысел Божий. И действительно, Иосиф говорит, что вы продали меня, но видите, как хорошо. А так вы с голоду померли бы. И действительно, да, действительно, с голоду умерли бы. Но теперь, говорит промыслом Божьим, вы питаетесь от меня. Так действительно произошло и с Господом Спасителем Иисусом Христом. Когда его распяли на кресте, некоторые люди с циркулярным мышлением говорят, а не была ли это слабость, что Христос, Бог, дал распять себя на кресте? Нет, в этом была сила и мудрость, премудрость Божия. Распявшийся за нас, Он победил дьявола и воскрес, даровав нам жизнь и жизнь с избытком. И мы читаем с вами далее. Но теперь не печальтесь, говорит, не жалейте о том, что вы продали меня сюда, потому что Бог послал меня перед вами для сохранения вашей жизни, и вы теперь два года голода на земле, остается еще пять лет, которые не орать, не жать, не будут. Бог послал меня перед вами, чтобы оставить вас на земле. Итак, вы выслали меня сюда, но Бог, который поставил меня отцом фараону и господином во всем доме, заметьте, Бог послал меня, Бог поставил меня, то есть, Иосиф во всем видит промысел Божий, чтобы прокормить, говорит, и вас и прокормиться мне во всем. Вот удивительно, еще Авросий Медиаланского опять, свидетель, я хочу привести цитату такую, смотрите, вот он пишет, посредник за братьев, ведь даже братоубийственное преступление он простил, говоря, что это было по промыслу Божию, а не по человеческому нечестию, поскольку не людьми он был предан на смерть, а Господом продан для жизни. Какие удивительные слова. Не людьми продан на смерть, а Господом, Господом послан для жизни. Да и что же иное означает посредничество Господа нашего Иисуса Христа, призавшедшего всех братьев любовью, когда он распятый на кресте просил за народ, Отче, прости им, ибо не ведают, что творят. И что иное означает обращение святости, сказавшей посреди учеников своих, мир вам, это я, не бойтесь, когда они, смутившись и испугавши, подумали, что видят Духа, Он еще раз сказал им, что смущаетесь, для чего сомнения входят в сердца ваши, посмотрите на руки мои, на ноги мои, это я сам, осижите меня и рассмотрите, ибо дух плоти и костей не имеет, как видите у меня. Так Иосиф говорит, это я, брат ваш, которого вы продали. Далее мы с вами прочитаем, во всем стихе, «Итак, не вы меня послали сюда, а Бог». Святитель Иоанн Златоуст тоже пишет по этому поводу, «Мое рабство», говорит святитель Иоанн Златоуст, цитата, «Мое рабство, говорит, он доставил мне эту власть, продажа привела меня к тому величию, мое несчастье послужило поводом, к тому благополучию, зависть приготовила мне эту славу». То есть ваша зависть приготовила мне эту славу. «Не будем лишь слушать это, но и подражать», призывает святитель Иоанн Златоуста, «но и подражать, и подобным образом извинять обидевших нас, не вменяя им того, что они сделали нам, но все перенося, благодушно, подобно дивному Иосифу». Конец статуры. Мы видим далее, все события описываются так, 16 стиха, «Дошел в дом фараона слух, что пришли братья Иосифа, и приятно было фараону и рабам его». Мы видим, что Иосиф настолько, он блистал своей жизнью и святостью, добродушием, великодушием, терпением, кротостью, мудростью, что даже весь дом фараонов, когда узнал, что к нему пришли его родственники, и они были этому рады. Насколько действительно этот человек, любя Бога, обладал этой, ну, если хотите так, удивительной способностью давать Богу действовать в своей жизни. Снова-снова повторяю эти слова. Мы своими грехами не даем Богу действовать в нашей жизни. Иосиф так не поступал. И сказал фараон Иосифу, «Скажи братьям твоим, вот что сделаете, навьючи скот ваш, и ступайте в землю ханаанскую, и возьмите отца вашего семейства, ваши, и придите ко мне, я дам вам лучшее в земле египетской, и вы будете есть туг земли. Тебе же повелеваю сказать им, сделайте сие, возьмите себе из земли египетской колесниц для детей ваших, и для жен ваших, и привезите отца вашего, и придите, и не жалейте вещей ваших, ибо лучшее всей земли египетской дам вам». Так и сделали сыны Израилевы. Удивительное великодушие. Так и сделали сыны Израиля. И дал им Иосиф колесницы по приказанию фараона, и дал им путевой запас. Все, говорит, лучшее, все, что есть, и одежды, и туг земли сия, и пища, все будет для вас. Снова и снова мы здесь видим прообраз Царствия Божия, о котором апостол Павел так и пишет. «Не слышало того уха и не узрело того ока, что Господь приготовил для любящих его». Действительно, нет таких образов здесь, в этой временной жизни, для того, чтобы описать Царствие Христово. Поэтому он говорит, «Не видело ока и не слышало уха, что Бог приготовил для любящих его, для верных ему». Вот здесь Иосиф отправляет и говорит, «Привезите братьев, возьмите колесницы, все лучшее, придите ко мне». Также отцу своему послал десять ослов, то есть целые-целые подарки, транспорт, все обеспечено, только пожалуйста. Войдите сюда для того, чтобы не нищенствовать, а благоденствовать. Так и Господь. Он стал для нас Сам, как Он говорит о Себе и о Семьем, путь истинной жизни. Всякий, кто идет с заповедью Божией, пойдет в Царствие Христово. Это единственный путь. Другого нет. Наша гордость, тщеславие, она не дает нам этого понять. Потому что мы стремимся, снова повторю, только понять. А надо попробовать. Хотя бы раз в своей жизни, хоть чуть-чуть попытаться исполнить одну заповедь. И тогда увидим, насколько благ Господь. И 24 стих сказано, «Отпустил братьев своих, и они пошли, и сказал им, не ссорьтесь по дороге». Какие важные слова! Иосиф понимает, что сейчас они будут делать. После как они расстанутся с Иосифом, пока они не решаются, что они будут делать сейчас по дороге? Когда они узнают, что он их брат, которого они продали, когда они видят, как он их принял, когда они видят, с чем он их отправляет и к чему он призывает, он призывает их жить к себе. Он понимает, что сейчас будут взаимные упреки. «Я же говорил вам», скажет Иуда, «Не надо». Руим скажет, «Я же говорил вам, что вы сделали». Другие братья будут говорить, «А мы вообще молчали?» «Вы старше, вы сами там разбирались. Мы слушали вас, исполняли заповедь, еще и заповедь Божию будут прикрывать свои грехи». Не помни о том, если молчали, что молчанием предается Бог. Поэтому Иосиф дает им этот совет. Не ссорьтесь по дороге. Это совет и к нам. Этот совет звучит по отношению и к нам. «Пока мы еще на пути в Царствие Божие не будем ссориться между собой». Как сказано, «Пока ты еще на пути с соперником твоим, мирись с ним». Соперник здесь может быть и наша совесть, которая постоянно нас обличает. Потому что совесть — это естественный закон, который, по выражению авадрофея, совесть — естественный закон, который вложен в человека, который все время обличает нас. Но мы, когда мы подавляем этот голос совести, мы становимся людьми с прожженной совестью. Надо примириться с совестью своей, на которой действует Дух Святой. Надо примириться с Богом, примириться с ближними. Иначе, как мы с вами, как мы с вами, да, и не ссориться, а как мы с вами читаем молитвы «Отче наш»? Каждый день, утром, вечером, на богослужениях, перед едой, где сказано, «И прости нам, как и мы прощаем». Мы говорим, «Господи, прости нам, как и мы прощаем, а сами не прощаем». Это выходит, мы стоим и врем Богу и лицемерим перед Богом. «Прости нам, Господи, как и мы прощаем?» «Прости ли мы?» Мы просим прощения у Бога за свои прегрешения, а простили ли мы? Ведь Господь говорит, «Если не будете прощать людям согрешения их, и Отец Небесный не простит вам согрешений ваших». Так Иосиф здесь и говорит, «И сказал им, не ссорьтесь по дороге». «Не ссорьтесь по дороге». Это 24-й стих. Да, вот я приготовил эту цитату. Да, это пишет преподобный Ефрем Сирин. Цитата. «Этими словами Иосиф запрещал им делать, ну вот о чем мы как раз и говорили, делать упреки друг другу, чтобы один брат не начал говорить против другого. Это по твоему совету, Иосиф был брошен в ров, а другой на это отвечал бы ему, нет, это ты наставил, чтобы связанный ногой Иосиф был продан орвитянам. «Как я простил всех вас, так и вы все простите друг друга, чтобы из-за ссор и укоризн настоящая ваша радость не обратилась для вас в скорбь». Так говорил Иосиф. Будем, братья и сестры, помнить эти слова. Слова молитвы, которые мы с вами читаем. И остави нам долги наши, якоже мы оставляем должником нашим.